чтобы у вас было все видно. Я хотел вам нарисовать, поэтому доску с балкона достал из оффлайновских времен. Для того, чтобы чуть более наглядно, давайте я вот так-то ее поставлю. Ребята, разверните на весь экран картинку. Вот. Отлично. Все, вы меня видите, вы меня слышите. Отлично. Смотрите. Отсюда слышно. Раз, раз, два. Давайте в микрофон. План, как нам вообще с этим делом работать. И зачем вообще это нужно знать. У нас есть такие проблемы, зачастую, что нахапался вроде какой-то информации определенной, а глубоко вопрос не понял. И когда вам начинают задавать вопросы, когда вам начинают задавать правильные, когда вам начинают задавать сложные вопросы, знаете, как это, как в институте говорили, в школе на экзаменах, а ты и поплышь. Вот. Поэтому если планы на Reflame серьезные, то разбираться в этой теме нужно. Разбираться нужно в этой теме обязательно, и понимать ее, в принципе, нужно очень четко. Поэтому смотрите, давайте сразу с вами вначале проведем небольшой ликбез. Кто знает, что такое ликбез, как это переводится? Он далеко стоит, поэтому я буду подходить, посматривать. Кто знает, что у нас такое ликбез? Ага, немножечко подошел. Народ, это здорово. Так, ревеллятор громкости. Угу. А что? Да, ликвидация безграмотности, правильно. Так вот, смотрите, нам сейчас, у нас сейчас с вами задача стоит, вот эту безграмотность ликвидировать. Поэтому мы с вами сначала должны во-первых, понять сами, о чем мы с вами разговариваем, а во-вторых, все, что я сейчас вам буду рассказывать, это знаете, как моделька, по которой вы будете рассказывать своим людям. У нас очень часто бывает такая ситуация, когда мы какая-то терминология для нас очень-очень привычная. И мы уже спокойно на ней разговариваем. такие фразы, знаете, типа, а ты под кем? А у тебя там вторая нога отросла? А сколько у тебя веточек? То есть вот и люди со стороны, им в принципе совершенно непонятно слышать наш наш жаргон, сколько у тебя веточек, какая у тебя нога отросла? А мы к этому привыкли. Поэтому, когда вы рассказываете маркетинг по новичкам, когда вы проводите презентацию для новичков, вы, пожалуйста, помните об этом, что люди, они как бы не всю терминологию еще так хорошо знают, как мы. Поэтому, смотрите, давайте мы с чего с вами начнем. Мы с вами начнем, конечно, будете сейчас смеяться, матерые лидеры, которые, которые в Алиплейм давно вообще уделятся, что мы эту тему обсуждаем. Но мы с вами начнем. Вау, бонусы. Балл бонусы. А теперь скажите мне, вы развернули картиночку на полный экран? Вам видно примерно хотя бы, что я пишу? Среагируйте, пожалуйста, в чате. Как вам как вам видно то, что я написал? Плохо или все-таки видно? Ага, видно все-таки. Все. То есть, если я примерно вот так вот буду сделайте, видно, отлично. Все, сделали окошечко на весь экран, и мы сами работаем. Балл бонусы. Что это такое? Наш продукт, кто знает, сколько у нас сейчас балл бонусов? Ну-ка давайте правильно. Сколько стоит? А я пока расскажу, что это такое. Смотрите, ребята, компания Reflame это компания международная. Компания Reflame работает в очень многих странах, и во всех этих странах разная валюта. Во всех этих странах разная валюта. Так вот, для того, чтобы нам с вами было удобно и заниматься международным спонсированием, для того, чтобы компании было удобно подводить свои балансы, сводить там кредиты и дебиты. Есть такая международная единица. То есть, мы покупаем за гривны, рубли и тенге в своих локальных валютах, а компания считает все это в баллах бонуса. И один балл бонуса, как я помню, на сегодняшний день примерно равен 35 рублям. Давайте взглянем. Ага, да, многие знают. Но, смотрите, какая ситуация. Балл бонуса это не, знаете как, не так вот, как на бирже там унция золота. Это величина не совсем постоянная. Потому что есть дорогие продукты в балловом эквиваленте. Это белая косметика, это наши крема, и есть недорогие продукты в балловом эквиваленте. Это аксессуар. Может быть вы замечали, что вы можете взять аксессуар за какое-то большое количество рублей, но получить за это мало баллов. Соответственно, поэтому в среднем балл бонуса у нас вот столько равен. Дальше мы с вами начинаем разговаривать именно в баллах. Следующее понятие, то есть первое понятие, которое мы с вами ввели, это балл. Мы объяснили на речку, зачем он нужен. Мы объяснили ему, что это такое. Следующее понятие, которое нам нужно ввести, второе, это личный товарооборот. ЛТО. Ребята, как вы думаете, вот если вы разговариваете с новичком, нужно ему объяснять, что такое ЛТО или нет? У нас просто позавчера с Ириной была презентация и мы разговариваем, девочка такая сообразительная сидит, все понимает, слушает, все здорово, очень замечательно, мы думаем, так вот здесь вот ЛТО, твои люди сделали, она кивает, слушает, 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 а потом говорит, а что такое ЛТО? То есть прошло, знаете, как уже прошло 15 минут, как мы про эту тему говорим, она говорит, а что это такое? Поэтому, ребята, смотрите, то, что для нас совершенно может быть банально, новички об этом первый раз слышат. Вы знаете, хоть у нас сейчас уже поздняя ночь, прикольно, полдвенадцатого, да, в Сибири, я вам на эту тему расскажу такой случай. У нас здесь нету в чате сейчас Галии Николаевой или Галии Абеденко случайно. если бы вот они сейчас были, это было бы конечно очень весело. Я вам расскажу такую историю. Вы знаете, мы приехали один раз в Яровое поработать, как раз Лев Долженко тоже со мной поехал, нас там две Галины, Абеденко и Николаева и Люба, нас там Прокопенко встретили втроем, начали мы ездить, работать и мы приехали родственники есть, ага, и мы приехали в какую-то из по-моему в немецком районе в какой-то населенный пункт, там собрались люди, презентация прошла нормально, все, все разошлись, а потом остались лидеры. И мы значит разговариваем и я несколько раз говорил ух, говорю, ребят, ну смотрите, здесь вот надо команду собрать, а то ну точно люлей получите. Потом снова это слово употребилось, потом снова и вы знаете заканчивается встреча и Галина говорит, Антон, а у меня вопрос, я думал по бизнесу, думал еще что-то такое, знаете, там по маркетинг плану, она говорит, у меня вопрос, ты вот все время говорил, а я так и поняла, а кто такие люли, кто такие люли, вот, поэтому мы должны разговаривать так, чтобы нас понимали, и соответственно наши же организмы мы употребляем, когда разговариваем друг с другом, да, вот сейчас на планерке можно, хотя нас здесь много, да, уже 40 человек для планерочки собралось, вот, но тем не менее вы все уже в теме, но когда новичок, он не знает, кто такие люли, вот, и ему нужно объяснить, кто же, что это за люли, так, поэтому следующий пункт, который вы говорите, вы объяснили, что такое баллы, откуда они берутся, вы объясняете, что такое ЛТО, да, что это сумма всех твоих покупок, смотрите, давайте уходить от слова продажи, давайте приходить к слову покупки, да, потому что у нас вот этот вот бизнес, продажный бизнес немножечко сейчас поменялся на именно бизнес покупки, на бизнес потребления, да, личный товароборот это сумма всех сделанных тобою покупок в течение каталога в течение 21 дня, все, соответственно, объяснили, да, рассказали, что такое личный товароборот 100 баллов, что такое 150 баллов, хорошо, здорово, следующий, третий пункт, который нам нужно с вами обсудить, с человеком, это групповой товарооборот, это групповой товарооборот, ребят, опять банальность, снова к этому же возвращаемся, да, опять это очень на ваш взгляд банально, но это проговорить нужно, вот именно эту фразу нужно сказать, сказать, что такое групповой товарооборот, это сумма всех личных товарооборотов твоей организации, ЛТО, 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 получилось групповой товарооборот, соответственно, и человеку очень просто показать, как же он у нас суммируется, да, если этот человек сделал 150 баллов, если этот человек сделал 150 баллов, если вы сделали 150 баллов, то соответственно, у каждого из них личный товарооборот по 150, а у спонсора групповой товарооборот 450 баллов. И вот эти банальные вещи, когда вы объясняете человеку, которые всем вам естественно понятны, и вы естественно подразумеваете, что он это все понимал, и он смотрит на вас и говорит, ух ты, а вон оно как получается, вот, соответственно, вот это вы проговорили. Откуда же берутся деньги на выплаты по маркетингу планов? Это тоже нам очень важно обсудить, соответственно, групповой товарооборот. Компания готова платить вам за создание групповых товарооборотов. Компания готова платить вам и очень четко нужно понимать, откуда эти денежки берутся. Смотрите, представьте, что вот эта вот цена, цена продукта в каталоге. Отрезок такой, видно вам, ребят? Видно? Ну, вот мне видно, если честно, не знаю, как у вас отображается. Так вот, вот эта вот цена продукта в каталоге 120% она составляет. 100% это дистрибьюторская цена 100% это цена, по которой покупаем мы. Ага, видно, все отлично, супер. 120% это потребительская цена, это цена товаров каталога. 20% это наша торговая прибыль, если мы покупаем для кого-то, мы эти денежки плавим в карман, или экономия, или экономия, если мы покупаем для себя. Соответственно, вот по этой цене по 100% мы купили. Так вот, здесь есть еще один отрезок, который распределяется между всеми людьми участвовавшими в продвижении этого продукта. Давайте возьмем примерно 30%. Тут мелко, вы сами себе запишите, просто пометьте, примерно 30%. Знаете как, есть такой термин, люди говорят, это сколько идет в сеть. Так вот, давайте поближе подвинуем. сколько идет в сеть. Соответственно, вот это 30% идут в сеть. Как они делятся? Вот эти вот денежки, которые идут в оплату людей, участвовавших в продвижении товара, делятся у нас на две большие категории выплат. Это объемная скидка и бонусы. И вот сейчас мы с вами будем говорить именно про это. Ребят, первый слайд, так сказать, первый слайд понятен, зафиксировали в голове, что мы должны сказать человеку. Что такое баллы бонусы, что такое личный товарооборот, что такое групповой товарооборот, откуда он берется, как оно суммируется, как получается групповой товарооборот, и откуда берутся деньги для того, чтобы оплатить нашу работу по продвижению продукта. Давайте перейдем к следующему, так сказать, слайду. поехали дальше. вопросы? Все отлично, все хорошо, все понимают. Вы там реагируете как-нибудь, чтобы я знал, что вы не заснули? Поехали дальше, ребята. смотрите, а вот дальше начинается самое интересное. Давайте представим, давайте представим с вами, что вы находитесь вот здесь. Вот он, вы, лидер. И у вас есть определенное количество лидеров. Вот смотрите, у вас есть определенное количество давайте так, всех их подписали вы. Они у вас это не морковка. Вам, конечно, это тяжело представить, давайте это представим, что это не морковка. Вот здесь вы есть допустим лидер Маша. Есть у нас сегодня Маша какая-нибудь в чате? Вот представьте, что вы есть здесь и вы спонсировали все эти семь человек. И вы спонсировали все эти семь человек. Нет Маши? Жалко. Это семь человек ваши знакомые, которые располагаются вот так как мы говорили солнышком, да? Вы всех их пригласили и все это ваш первый уровень. А, есть Мария. Вот, Мария, давай это ты будешь. Все, вот это Мария. И Маша пригласила этих семь человек в первый уровень в разное время. И у каждого из них разные успехи. да? Смотрите. Допустим, вот у этого человека 200 баллов, вот у этого человека пускай будет 500 баллов, у этого 1000, у этого 2000, у этого 3000, у этого 5000, а у этого 10000. Смотрите, сколько получается у Маши баллов, ну и у нее своих 200 баллов. Ребят, сколько получается у Маши баллов для групповых? Это у нее личный товарооборот, ЛТО, 200 баллов, и нам надо с вами высчитать еще групповой товарооборот, групповой товарооборот. Это сумма всех веточек Машиных и ее личный заказ. Правильно? Все, вы меня слышите, видите. Что у нас получается? 15, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 900, да? 21, 1900 баллов групповой объем продаж Машиной структуры. А теперь давайте мы с вами посчитаем, мы с вами посчитаем, сколько денег заплатят Маше за каждую веточку, которая у нее есть. Смотрите, вот из этого отрезка, вот из этого отрезка, который я вам рисовал, 120%, 100%, дистрибьюторская цена, и примерно 30% выплаты в сеть, вот эти 30% тоже делятся. Примерно 8% идет на бонусы, и 22% идут на объемную скидку. Объемную скидку. То есть смотрите, компания по-любому, вот по-любому, вот это вот нужно понимать, как устроен маркетинг-план. Компания по-любому выплатит вам, вот с этого объема, вам или кому-то, кто поучаствовал в продвижении продукта этого, от завода к потребителю, выплатит 22%. Соответственно, смотрите, подсчитывается это все, начиная снизу. То есть сначала выплачивается маленьким, а потом то, что осталось, уже дальше идет к вышестоящим. Как все это высчитывается? 22% компания отдает за организационную работу. Соответственно, давайте этот уровень, 22% пометим вот здесь. Соответственно, Маша у нас на 22% или на скольки? У нее 21 900 баллов. Ребята, ну, естественно, она на 22%. Вот мы ее вот здесь вот и пометим. Давайте, чтобы вам было видно. Делаем побольше. 22% вот он уровень. и мы вот эту вот линию проведем как ориентир для всех. Для всех лидеров. Смотрите, компания выплачивает 22% с объема продаж. Первый лидер, Машин, допустим, Коля, давайте пометим его как Коля, у него 200 баллов по группе. На какой уровень он вышел? Давайте мы с вами начнем мчать голову. На какой уровень вышел Коля? 200 баллов групповых. 3%. Смотрите, он вышел на уровень 3%. 3%. Маша находится на уровне 22%. Компания Reflame обещала что-то там выплатить. Правильно? Так вот, а теперь смотрите, очень важно, с объема продаж Колиной группы, с объема продаж Колиной группы, не кого-то там, а расчет идет по каждой вашей группе в первом уровне. С объема продаж Колиной группы Коля получает 3%, так как он вышел на 3%, а Маша получает, и теперь вам очень важно запомнить такой термин. Он звучит так, давайте вот здесь нарисую, межпроцентная разница. Межпроцентная разница. Ребят, вот на этом термине основан весь маркетинг-план. Если вы его не поймете, если вы не разберетесь, что это такое, будет рассказывать очень сложно. Так вот, Коля вышел на 3%, с его объема продаж ему эти деньги заплатили, а Маши выплачивают межпроцентную разницу. Сколько межпроцентная разница? 22% у нее, на 3 вышел Коля. 22 минус 3, сколько мы получаем с вами? 12%. Вот это вот да, абсолютно верно, 19% идут Маше за то, что она вырастила Колю, за то, что она его обучила, за то, что она его пригласила. Соответственно, она вышла на 22, Коля вышел на 3, получил 3 со своей структуры, Маша получила 19. Дальше у Маши есть следующий лидер, Вася. Вот он, Вася. У него 500 баллов. Ребят, на каком он уровне? На каком он уровне находится? Это 6%, абсолютно верно. Соответственно, уровень 6%, он уже повышен. Вася на 6%, давайте так крупно буду рисовать, Маша по-прежнему на 22. Понимаете? Соответственно, 22 минус 6 мы получаем, что Маша получает межпроцентную разницу 16% за работу с Васиной группой. С группового товарооборота мы сейчас с вами говорим только Ребят, зависло или видно? Что-то вы меня пугаете. У кого зависло, у кого видно? Давайте плюс-минус ставьте. Зависло или видно? жду от вас информацию. Видно меня или нет? Раз, раз, раз. Уже видно. Подвисает. Ну да, что-то сегодня интернет, конечно, если честно, тормозной, поэтому ну тут ничего не сделаешь. Я уже через мобильный пытался подключиться, через телефон, но там тоже. Видно, отлично. Вот, смотрите, соответственно, с объема продаж, групповой объем продаж, это очень важно, Васи, Маша получает 16%. Дальше есть у нее Петя. Петя. У него 1000 баллов. Ребят, на скольки Петя? Получается, что Петя уже у нас на уровне 9%. Соответственно, соответственно, Маша получает межпроцентную разницу 13. Ребят, и так далее. Смотрите, следующий лидер у нее на уровне 12, ей остается уже чуть поменьше, да? Получается, здесь было 13, а здесь осталось 10%. Следующий лидер у нее на 15%, соответственно, и получается, что здесь уже она получает межпроцентную разницу 7%. 7%. Следующий лидер на 18%, получается 4% всего лишь, а вот следующий на 22%, проблемка, проблемка, потому что межпроцентной разницы нет. Давайте с вами разбираться, что же здесь мы с вами видим, какую картинку. Ребята, очень важно, среагируйте, пожалуйста, вы поняли, что такое межпроцентная разница, что она выплачивается с объема продаж лидера в первом уровне, группового объема продаж. соответственно, смотрите, какие здесь моменты по межпроцентной разнице нам с вами нужно обсудить, это очень важно. Как вы замечаете, у нас есть определенная тенденция, смотрите, процент постоянно уменьшается, соответственно, вот такая у нас есть кривая, вот такая есть кривая, которая постоянно уменьшает процент, и у вас может сложиться и у вас может сложиться сейчас и у вас может сложиться обманчивое впечатление. Ребят, какое обманчивое впечатление? Слушай, зачем мне растить больших и получать с них всего лишь 4%? Да гораздо выгоднее получать по 19% с маленьких. Если вы думаете, что я сейчас шучу, то вы очень сильно ошибаетесь. Дело в том, что на самом деле у меня были такие лидеры, которые говорили, а я не буду давать расти своим. Зачем мне делать так, чтобы они получали, чтобы я с них мало получала? Пускай вот приглашу себе 30-40 лидеров, пускай все будут на 3% и я буду по 19% с них иметь. Смотрите, давайте не забывать про объемы продаж. 19% со скольки тысяч рублей? С 5% или 4%? Вроде бы всего лишь 4% ну с 200 тысяч. Поэтому, конечно же, вот этот вариант для нас выгодит. Конечно же, этот вариант для нас выгодит. Поэтому, получается, наша задача как бы уменьшать себе процент, но с увеличением объемов сумма на самом деле реальная сумма, которую получаете на руки, она вырастет. Соответственно, как вы утверждаете, вы разобрались, что такое межпроцентная разница, и мы сейчас с вами это проверим. Проверим на таком простом примерчике. Смотрите, я сотру вот эти все линии, но вы помните, что это все люди в первом уровне у Маши. Как вы помните, у Маши есть Петя, и у него 1000 баллов. он получает 9% со своей организации, Маши выплачивают с Петиной организации, как вы помните, 13%, это 22 минус 9, но, как выяснилось, у Пети есть еще лидер, который находится на 6%, и еще один лидер, который находится на 3%, соответственно, скажите мне, пожалуйста, смотрите, у него 1000 баллов, у него 1000 баллов, у него есть лидер первый, 500 баллов, у него есть лидер второй, ну, пускай будет 300 баллов, и у него есть свои 200 баллов, вот из этих трех чисел мы с вами получили 1000, вот она 1000 получилась, да, из этих 3000 мы получили 1000, но, у него два лидера, первый на 6%, второй на 3%, так вот, скажите мне, пожалуйста, сколько Петя получит с трех процентника, сколько 6% и сколько со своих 200 баллов, давайте, директора молчат, менеджеры отвечают, проверим ваше знание тормозит, сегодня все, в том числе и чат, 6, 3 и 9, такие ваши в основном ответы, ну, таки верно, вас не проведешь, ребята, с 3, 6, правильно, абсолютно верно, смотрите, вот эти вот 22%, которые фирма выплатит, все равно в сеть, которые я вам говорил, они делятся до последнего, то есть, они не увеличиваются, фирма не может этому выплатить, знаете, как, 3, так как он на 3 вышел, этому выплатить 9, так как он на 9 вышел, а этому выплатить 22, потому что получится немножко больше, да, 3 плюс 9, 12, да, плюс 22, получится 34, а у нас всего лишь 22, поэтому вот эти 22% делятся по принципу межпроцентной разницы между всеми участниками процесса продвижения продукта, вы же понимаете, что нельзя заложить огромную знаете, как огромную сумму вот на наш выплат, тогда продукт будет стоить непомерно дорого, во-первых, а во-вторых, ну как бы доля стоимости продукта будет крайне низко, да, то есть представляете, вы отдаете за крем 1000, а его себестоимость 20 рублей, да, остальное все на выплату в сеть, есть просто такие ребята из других компаний, они этим очень гордятся, однажды я был на презентации, мне сказали, а сколько у вас в сеть выплат, я говорю, ну так, 22 объемная, дальше бонусы, а у нас 93, то есть я так просто офигеваю, смотрю на это, думаю, знаете, как это, как в джентльменах удачи, нашла дура, чем гордиться, да, то есть как бы, ну это конечно здорово, но себестоимость продукта 7%, простите меня, что в нем на 7%, в эти 7% входят научно-исследовательские разработки, центры, новые технологии, зарплата ученых, доставка, логистика, безопасность, да ну нафиг, соответственно, мы не можем увеличивать цену до беспредела, поэтому вот эти 22% делятся, абсолютно верно, Петя на 9%, у него есть трехпроцентник, соответственно, Петя с его объема продаж получает 9, минус 3, он получает 6%, вот с этого объема продаж, у Пети есть 6%, соответственно, с его группового объема продаж, он получает 9, минус 6, 3%, и у него есть личные 200 баллов, соответственно, с личных 200 баллов он получает, с личных 200 баллов, они ни в какую межпроцентную разницу не попадают, с личных баллов, запомните, вы всегда получаете столько, на каком уровне вы находитесь, соответственно, из 200 баллов он получает 9%, 9%, потому что он на 9%, а Маша за весь объем групповой Петин получает 13%, 22, минус 9%, вот смотрите, мы вот такую глубокую группу с вами разобрали, можно разобрать так, любую группу, с какой бы глубиной она ни была, это абсолютно не важно, какая глубина, высчитать можно любого человека, смотрите, что у нас получается с личными баллами, вот про это вы никогда не забывайте, это очень-очень важно, это личные баллы, смотрите, какая интересная ситуация, вы смотрите в каталог, видите цену, ой, цена, ох, ё-моё, цена, допустим туалетная вода 1000 рублей, ой-ой-ой, 2000 рублей, ой-ой-ой, давайте так, отнимаем немедленную трибыль и берем дистрибьюторскую церковь, уже 20% отнялось, я уж молчу про этот бонус профиклуба, да, 10%, соответственно, уже стало нормально, но вы всегда должны помнить, если вы, допустим, на 18%, даже еще не 22%, если вы на 18%, то 18% с каждой личной покупки вам падает вашу зарплату, в чистую, без всяких межпроцентных разниц, поэтому, когда вы берете на свой личный номер, допустим, 5 туалетных вод, вы имеете скидку от каталога, вы имеете бонус профиклуба, и еще и 18% с этих 5 туалетных вод падает вам на зарплату, вы их сразу не получаете, но как только за день зарплаты, вы их получаете, понимаете, поэтому, когда вы сами на большом уже уровне, хотя бы там 15, 18, 22%, вам уже это становится намного интереснее и прикольнее, даже, знаете, даже 9-12%, если у вас большой заказ личный, допустим, 300-400 баллов вы научились делать, у нас есть продавцы, куча, недавно вот с Артемом Филимоновым познакомились с продавцом нашей структуре, 2000 баллов делает каждый каталог, ну вот, как бы бывает такое, конечно, времени спонсировать нет, но 2000 баллов бывает, смотрите, соответственно, это личные баллы, ребят, здесь понятно, среагируйте, пожалуйста, по межпроцентной разнице закрываем с вами тему, и переходим к такому интересному человечку, которого давайте назовем мы с вами, вот, у которого 10 тысяч баллов, очень важный человек, очень важный человек, жду вашей реакции, чат тормозит, поэтому простите, жду, как у вас, какие вопросы по межпроцентной разнице, все ли усвоилось, очень даже поняли, все, отлично, для этого мы и работали, смотрите, давайте перейдем к следующему нашему лидеру, у которого 10 тысяч баллов, давайте назовем его Миша, так вот, Миша уже 22%, и у Маши с ним межпроцентной разницы нет, межпроцентной разницы нет, этого, но, ребят, как вы думаете, вот такие люди для компании важны, как вы думаете, почему они важны, я вам честно скажу, да, такие люди очень важны, дело в том, что уровень 22%, вот этот вот уровень, это такой, знаете, такой критерий, как бы, это такой, как вот говорят, семья, ячейка, общество, так вот, 22% ячейка рефлейма, да, то есть, меньше, пока с тобой не о чем разговаривать, пока ты 22% не сделал, потому что из этого, это как вот кирпичик вашего бизнеса, вы вот приглашаете человека в бизнес, вам нужно, знаете, как, цели, цели полагания правильно иметь, то есть, сразу же с ним разговаривать о больших квалификациях, и когда вы будете с ним говорить, слушай, вот, вот это бриллиантовый директор, он скажет, да, здорово, хочу, вам нужно сказать, тебе нужно сделать столько-то 22% то есть, это как кирпичики для вашего, для его бизнеса, поэтому компания очень ценит вот таких вот людей, и хоть и межпроцентная разница, у нас вышла с вами на нет, да, и она отсутствует, Маша на 22%, и Миша на 22%, но компания готова платить вам и поощрять завращивание таких людей, потому что они очень стабильные, они уже имеют бизнес, они уже имеют доход хороший, и собственно, они, знаете как, они никуда не денутся, вот, поэтому компания готова платить Маше за то, что она вырастила вот такого Мишу, и это называется, у нас была с вами сегодня, да, объемная скидка от 3 до 22, и сейчас мы подошли с вами к классной теме, которая называется бонус, бонусы, и первый бонус, это 5%, называется директорский бонус, 5% директорский бонус получает Маша за то, что пригласила, обучила, сопроводила Мишу до уровня 22%, 5%, 5% бонус начинает выплачиваться с того момента, как только Миша вышел на 22, ему не нужно закрывать квалификации, Маше не нужно закрывать, как только он вышел, она начинает получать 5% бонус, с условием, что вот такая вот организация, но мы с вами работаем в морковочных условиях и мы очень часто видим вот такую ситуацию, давайте я начало сотру, потому что здесь вы все уже, я думаю, помните и все вы это видите, но мы с вами часто попадаем в такую ситуацию, есть лидер номер 1, есть лидер номер 2, есть лидер номер 3, так вот, лидер номер 3 вышел на 22%, ребята, смотрите, директорский бонус 5%, 5% там с 200 тысяч это уже 10 тысяч рублей, а объемы директорские бывают и больше, получается, ну примерно 15 тысяч директорский бонус может быть с одной группой, может быть 15 тысяч, давайте пометим, ребят, если у вас морковка глубиной 100 в 200 поколений и это не 1,2,3, а это допустим 121, 122 и 123, вы же понимаете, что компания не может 123 раза выплатить 15 тысяч, 5% бонус всем участникам этой морковки, соответственно, в компании есть условия, вы должны показать, что вы не халявщик, потому что если вот здесь 0 баллов, здесь 0 баллов, здесь 0 баллов, это просто, ну пустая морковка, сборище халявщиков, под которыми нашелся интересный человек, соответственно, если у вас 0 баллов, вот этот вот бонус вам не выплачивается, он выплачивается верхним, если у него 0 баллов, ему тоже не выплачивается, и компания ищет у того человека, у которого помимо вот этой группы, сбоку найдется суммарно, знаете как, во всех-всех веточках найдется 3000 баллов. Допустим, вот этот лидер номер 2, лидер номер 2 вырастил вот этого лидера, который вышел на 22%, но у него еще нет 3000 баллов, он сказал, ё-моё, я же бонус директорский потерял, и в следующем каталоге сделал эти 3000 баллов, все, он автоматически получает свой 5% бонус, то есть это не один раз высчитывается, знаешь, ты получаешь бонус, все, на всю жизнь. Это смотрится ежекаталожно. В следующем каталоге у вас 2999 баллов, одного балла до 3000 не хотело, вы не получаете директорский бонус. И по большому счету и старшим менеджером вы не называетесь. Старший менеджер это вот этот человек. Если отрыва нету, то это называется 22%, это не старший менеджер. Соответственно, у понятно здесь, ребят, среагируйте, насколько понятно. Так, по чату пока вопросов не вижу, наверное, все понятно. Поехали дальше. Соответственно, у вас появляется директор в первом уровне, у Маши тут, видите, такая грядка про 3000 баллов мы вообще не разговариваем, у нее явно сбуху есть. И она получает первый бонус, 5% бонус Арифлэйм, директорский бонус. Смотрите дальше, какая ситуация происходит. Так, что у нас со временем? Ох, нам оторопливаться. Смотрите дальше, что у нас происходит. А, допустим, под Мишей появился еще один лидер. Появился еще один лидер, который тоже вышел на уровень 22%. Который тоже вышел на этот уровень и уже Миша получает 5% бонус директорский, а Маша получает золотой 2%. 2%. Соответственно, сумма, конечно, это поменьше. Это будет в районе 4,5 тысяч рублей, я думаю, минимально для начала 1000 рублей. Но вы должны понимать, ребята, победу. . Спасибо. Продолжение следует... 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 у вас первая квалификация старший директор после того как вы свою директорскую премию получили вы получаете следующую премию старшего директора дальше ваша задача в первом уровне смотрите не под ним не в морковку глубину в первом уровне создать еще одну группу и вы уже золотой директор и вы при получаете приглашение на золотую конференцию отдых на неделю за границей за счет компании арифлейн ребят дальше третью сделали группочку вы старший золотой директор четвертую сделали группочку вы сапфировый директор понимаете все ваши дальнейшие квалификации упираются в 22 процентные группы которые являются целью нашего бизнеса создание автономно работающих чтобы люди там зарабатывали деньги чтобы они там от вас получили все навыки и работали самостоятельно соответственно 6 групп вы бриллиантовый директор получаете приглашение на бриллиантовую конференцию в первом уровне 6 22 процентов не в морковке ни один по другим вот это вот наверно вся информация такая основная базовая которая нужна для новичка ребят у нас есть следующий там уровень до маркетинг плана который рассказываем уже там только директором есть тот который мы рассказываем только золотым директором это не значит что здесь что-то новое а значит что мы обсуждаем это подробнее что мы учимся это доносить до своих что мы вот эти все детали нюансы все более плотно прорабатывать то что нужно было вам сейчас услышать вы все это услышать ребят давайте ваши вопросы как как что было понятно как что было непонятно давайте ваши вопросы я вот поближе подойду к ноутбуку что значит в первом уровне лен наверное вы новичок еще совсем здесь да может быть немножко как бы это встречи для менеджера первый уровень не конкретный вопрос если честно то есть если под 32 есть 22 но это напечатка до морковки но под пустышками он не считается да абсолютно верно можно еще раз промашу и два процента ну посмотрите еще раз да маша пригласила мишу он вышел на 22 она с него получает 5 когда миша пригласил кого-то еще то он начинает получает 5 а вот маша пригласила мишу получает 5 меньше пригласил васю получает 5 а маша за васю хотя она ему не приглашала собственно получает следующий золотой бонус 2 так вот вкратце то что я только что рассказал подробно если есть необходимость заложить почву для отрыва стоит ли выстраивать только одну вертикаль может надо и по горизонтали регистрировать людей смотрите давайте а вот это сотру по горизонтали что такое что что вы имеете под этим если мы вы имеете ввиду вот такой момент вот вы и вот так вот кучу кучу людей дороге регистрировать то смысла в них нет абсолютно то есть ну и чё кто их будет сопровождать кто им будет помогать то им будет встречи проводить кто им будет я не знаю там мастер-классы учить его учить их делать вы нарегистрировали кучу вы для всех спонсор у них ни у кого нет команды и собственно и все но если у вас вот такая система это тоже получается какая-то герубистика потому что куча прокладочных которые ничего не делают соответственно денег никто не получает получается полная фигня здесь есть метод называется метод гармоничного роста что это такое метод гармоничного роста когда вы вот вы есть пришли в орифлейн заложили первую веточку до сделали несколько регистраций и уже своему партнеру даете задание слушай давай погнали и сами делаете вторую метку это вот первый каталог дальше второй каталог идет вы снова сделали несколько регистраций ваш партнер его партнер уже научился ваш новенький пошел и вы заложили новую веточку да вот у нас первый каталог был вот у нас второй каталог дальше у нас идет третий каталог вы сделали несколько регистраций они сделали вот здесь начал партнер рекрутировать вот здесь вот этот начал и этот уже начал и вы заложили новую веточку понимаете вот эта система очень жизнеспособна она очень мощная она как сказать и с деньгами и с глубиной вот это вот самый идеальный вариант соответственно из вот этой схемы вот этой схемы мы видим такую реалию к выходу на 22 процента вам нужно иметь 6 веток соответственно вышли на 9 вторую заложили вышли на 12 третью заложили вышли на 15 четвертую пятую шестую все вот вы на 22 процента закрываете директора 6 веточек еще вопросы так если по этому ответе имеется ввиду про 5 процентов мне нужен отрыв от выращенного 22 он по волшебству не получится ну знаете как лент тут по волшебству ничего не получается если вам кто-то сказал что пошли со мной в реклеем тут надо много работ мало работать то вас обманули сразу здесь нужно пахать здесь очень много работы а почему я здесь я здесь не потому что здесь нужно можно знать как халяви я здесь потому что здесь можно много зарабатывать потому что если пахать и очень много работать на обычной работе столько не заплатить до отрыв сам собой не берется его нужно сделать конечно А если подо мной пустышка, а под ним директор, то я получу 2%. Да, смотрите, тоже важный вопрос, интересный. Если вот вы, под вами, как вы говорите, пустышка, и здесь нашелся 22%. Абсолютно верно. Вот бонусы получаются вот так, 5%. То есть он как бы фактически, вообще он у вас остается так, вот в 50-м поколении. Но фактически при расчете бонусов он вам как бы в первый уровень переходит. То есть и вам платят за него как за первый уровень. Поэтому если вот у вас вот такая вот организация огромная, и где-то в 138-м уровне нашелся 22% путевый, который может им стать. Может он еще пока на 3-х. Вы можете спокойно с ним работать. За него вам фирма заплатит как за первый уровень. Если кто-то из них проснется и сделает тоже отрыв 3000 баллов, да, они будут получать эти 5%. А вы 5% вот отсюда, соответственно. А отсюда 2, еще лучше получится. Поэтому да, да, вы получите. Если там прокладки, они все как бы аннулируются. Так, даже с шестью ветками по 22 все равно нужно дополнительно 3000 баллов. Нет, смотрите, ребят, 3000 баллов только если под вами 22% один. Если под вами один 22%, то вам нужно показать, что вы не прокладка, ребят, что вы не просто ноль. Да, то у вас как бы вот вас зарегали, под вас зарегали, под вами вырастили. А за что вам деньги? Если вы просто побыли зареганными, да. Соответственно, нужно фирме показать, что вы что-то сделали. Еще вопросы. Ну, собственно, вот такой мы с вами сегодня, такую мы с вами сегодня планерочку провели. Я надеюсь, я надеюсь, все вам было понятно. Я на это очень надеюсь, но я уверен, что не все вам было понятно. Давайте, среагируйте, ребят. Ну, как вам, было понятно или не было понятно? Все-таки, ага, все понятно. Ну, все, отлично. Вот, мы такие встречи с вами будем проводить регулярно. Я думаю, нет, отрыв не нужен, если у тебя 222. Вот, знаете как, даже если 20% информации у вас сейчас немного отрамбовалось в голове, это уже хорошо, потому что в следующую встречу еще 20 докинем и будет 40. В следующую еще 20 и уже мы почти чемпионы. Вот, поэтому, друзья мои, маркетинг-план вам нужно знать, вам нужно уметь его рассказывать, если вдруг кто-то... На презентации его лучше не рассказывать, потому что он немножко, как бы, усложнит. Нам и так нужно полтора часа, чтобы полную презентацию провести, а тут еще маркетинг. Но если особо докопистая личность, ему нужно обязательно рассказать. И на второй встрече это вообще всем подряд, да? Когда первая презентация прошла, человеку бы объяснить, что такое бонусы, что такое межпроцентная разница, как это все начисляется, откуда групповые, откуда личные, откуда это все берется. Вот, я думаю, наверное, кто-то записывал. Если нет, то я вроде бы ставил. Ну-ка, сейчас я проверю. По-моему, я вначале нажимал. Да, нажимал.